В каждом уголовном деле находится в производстве отдела проследования особо важных дел следственного управления. В настоящий момент подозреваемым по уголовному делу является бывший следователь отдела полиции номер 4 в составе управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратов. По делу продолжаются допросы интересующих следствия лиц, проводятся судебные экспертизы, ну и устанавливаются необходимые обстоятельства, подлежащие доказыванию. Ну, наверное, пока я вам более подробно по этому делу ничего сказать не могу, потому что дело в производстве. Мы с 3 сентября 2019 года отдела проследования особо важных дел занимался этим материалом в порядке статьи 415-416 уголовного прокурсального кодекса. 6 апреля материалы расследованы для принятия решения в порядке статьи 416 на правом прокурора города Балашова, в котором производство расследований было прекращено. 5 июня вышеуказанное постановление о прекращении было отменено прокуратурой Саратовской области и даны поручения о производстве дополнительного расследования. В настоящее время проводится дополнительное расследование, довольно-таки объемное. В ходе дополнительного расследования в качестве свидетелей допрошено более 100 граждан из числа осужденных. работников исправительных учреждений и иных лиц назначены и проводятся судебные психолого-лингвистические экспертизы, в том числе по видеообращениям Павуянова и Подлесного, которые опубликованы на вашем интернет-ресурсе. Производство запланированных следственных действий пока еще не окончено. В феврале мы ждем заключения экспертизы. Я думаю, будем подходить к логическому завершению по расследованию этого террора. 9 декабря 2020 года уголовное дело было прекращено. По основаниям предусмотренного пункта во второй части первой статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, в настоящий момент законность принятого решения проверяется Следственным управлением области. А на основании чего? Я вам сказал, пункт второй части первой за отсутствие состава преступления. В 2020 году, по результатам предусмотрения сообщений, о которых вы говорите, было возбуждено 4 уголовных дела по статье 169. Одно из них просмотрено артическим судом. Три уголовных дела в настоящее время находятся в производстве. Процессуальное решение пока не принято. А вот по единственному этому данному есть уже приговор? Да, есть. Уголовное дело было возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации артического муниципального района Баринова по факту его противоправных действий в отношении акционерного общества Ульяновский, выразившись в незаконном отказе в выдаче разрешения на строительство животноводческого комплекса молочного направления на земельном участке. Уголовное дело было направлено в суд, и суд, рассмотрев, назначил подсудимому наказание в виде штрафа. Возбуждено уголовное дело 26 сентября 2020 года следственным отделом по Ложскому району по сообщению о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил в деятельности пансионата для престарелых граждан мира. Возбуждено дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что на момент поступления сообщения в пансионате содержалось 20 граждан, 15 из которых выявлено кожное заболевание в чесотках. Два пациента после закрытия пансионата и их перевода в медицинское учреждение скончались. Контролирующими органами в деятельности пансионата выявлено нарушение требований, предъявляемых к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы подобного рода организаций. В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти двух постояльцев пансионата, а также для определения тяжести причиненного вреда здоровью 15 постояльцам в связи с наличием у них чесотки. Назначена судебная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в постановлении сформулированы вопросы, ответы на которые нам позволят сделать вывод о наличии либо отсутствии причинной связи между нарушениями и наступившими последствиями в виде заболевания и смерти постояльцев. После получения заключения будет дана юридическая оценка действиям руководства и персонала пансионата. На то происшествие, когда мать выбросила из окна двоих детей, я сам лично выезжал на это происшествие. Хорошо помню, это день, по-моему, в субботу или в воскресенье. Это было, по-моему, в субботу. Сам лично прибыл на место происшествия с сотрудниками следственного управления, криминалистами, с сотрудниками полиции. Дело сейчас находится в отделе проследования насаженных дел. Вы, конечно, прокомментируете. По этому уголовному делу мы находимся на финишной прямой. В принципе, получили заключение стационарной психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери девочек. Там есть еще ряд экспертных исследований, которые в ближайшее время мы получим, но, в принципе, они не повлияют на основное решение по делу. Дело будет направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении матери в связи с тем, что она больна психиатрическим заболеванием. Щеленко предела на обвинение по пунктам АВ в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину признала она частично. Выдвигает она в ходе расследования уголовного дела различные версии произошедших событий. Мы эти версии самым тщательным образом проверяем и дадим соответствующую процессуальную оценку по итогам расследования. В настоящий момент по делу назначено свыше 10 судебных экспертиз, которые находятся в производстве. По окончании производства экспертизы необходимых следственных действий следствием будет принято соответствующее процессуальное решение. Она находится под стражей. Вы об этом знаете. Такое уголовное дело расследуется следственным отделом по Фруненскому району города Саратов. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину он признал в полном объеме. Мы планируем окончить предварительное следствие в январе 2021 года. Это следственный отдел по городу Саратов возбудил это уголовное дело. Мы находимся в начальной стадии расследования. Как только появятся подозреваемые, мы об этом сообщим. Да, действительно, мы расследовали такое уголовное дело. Оно находилось в производстве следственного отдела по городу Саратов. 30 декабря 2020 года уголовное дело было передано с утвержденным обвинительным заключением Волжский районный суд города Саратова. В ходе расследования установлено, что в период с марта по апрель 2020 года администратор управляющей компании «Сельхозрынок», являясь должностным лицом, незаконно получил от продавцов рынка денежные средства в размере 137 тысяч рублей в качестве взятки за совершением заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия, а именно за предоставление права беспрепятственной торговли на территории управляющей компанией «Сельхозрынок» за несоблюдение контроля условий договора аренды, подданности в подданных документах, дающих право на осуществление торговли на территории рынка. Вот вкратце суть этого уголовного дела. Почтилип изготовлены. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Спасибо.